Штраф за распитие спиртных напитков в общественном месте, 2018 год. В настоящее время зачастую наблюдаем такую картину, когда в общественном месте молодые люди распивают спиртные напитки. Сказать то, что это как минимум некрасиво, ничего не сказать. Сегодня запрещено этим заниматься на уровне законодательства Российской Федерации и тем, кто нарушает данные закона распития спиртных напитков в общественном месте грозит немаленький штраф. Таким образом, законодательство Российской Федерации запрещает распивать в общественных местах такие напитки, которые в своем составе содержат этиловый спирт. К таковым относятся пиво, вино, водка, коньяк, ром, шампанское, виски, коктейли и другие слабоалкогольные напитки, имеющие градус, пусть даже небольшой. Если говорить о том, почему введен такой запрет и распитие напитков, содержащих алкоголь в общественных местах, запрещено, встает. Отметить следующее. Такое решение было принято властями, которые сегодня ограничивают людей наложением штрафа. С чем это связано? В первую очередь, человек, который употребляет алкоголь, теряет контроль над своим сознанием, практически не контролирует свое поведение. Теряют над собой контроль, ведут себя, грубо, хамят прохожим, устраивают драки и т. П. Распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено, чем гласит закон. Поэтому, дабы избежать таких ситуаций, закон гласит о том, что любители алкогольных напитков за нарушение будут наказаны штрафом. Если говорить в целом о том, когда данный закон о запрете распития спиртных напитков вступил в законную силу, можно считать 22 ноября 1995 года. Таким образом, государством было прописано в федеральном законе под номером 171 следующие, а точнее были введены нормы, которые устанавливают строгие ограничения распития алкоголя в общественных местах. Поэтому сегодня имеет полное право сотрудники правопорядка привлечь к административной ответственности и выписать штраф нарушителю. Также федеральный закон под номер 171 имеет несколько пунктов, один из которых определяет те общественные места, в которых запрещено употреблять спиртное. Сегодня строго запрещается распитие таких напитков на территории медицинских, спортивных, социальных, образовательных, культурных учреждений, а также вблизи автозаправок метро, городского и общественного транспорта, а также аэропортах и оптовых и продовольственных рынках. Также запрещено на объектах военного назначения. Запрещено и в местах повышенной опасности и массового скопления граждан. Общественным местом считаются и парки, скверы, придомовые территории, детские игровые площадки, озера, пляжи, то есть места отдыха и проживания граждан. Стоит сказать и о том, что сегодня не существует таких общественных мест, которые позволят законное распитие алкоголя. Поэтому сотрудник полиции в любой момент может подойти к человеку с бутылкой спиртного в руках находящегося на улице и выписать административный протокол о праве нарушения. Закон о запрете распития спиртных напитков в общественных местах действует с 1995 года, если говорить о суммах, которые прописаны Законодательством то здесь установлено следующее из распития и спиртных напитков в общественных местах предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Но случается и такое, когда за появление в состоянии опьянения в общественном месте предусматривается арест на 15 суток. Обратите внимание, если сотрудникам правопорядка будет задержан несовершеннолетний, то ответственность ляжет на родителей или опекунов ребенка. И если такое случится, то родители оплатят штраф в размере 2000-1000 рублей. Кроме этого, если будет установлен момент продажи алкоголя несовершеннолетнему лицу, то продавец понесет как административное так и возможно уголовное наказание. Кстати, иностранцев или лиц, у которых отсутствует гражданство, будет наложен штраф в размере 4000-5000 тысяч рублей либо же 15 суток ареста. Последние изменения Последние изменения были внесены еще в 2015 году. О них говорилось о увеличении штрафа за распитие и спиртных напитков в общественных местах до 5000 рублей, а родители несовершеннолетних детей, распивающих алкоголь, наказывать штрафом в 8000 рублей. Но данная тематика так и осталась на уровне разговоров. Рассмотрение изменения приняты так и не были. В 2018 году также никаких изменений внесено не было. Штраф за распитие и спиртных напитков в общественном месте 2018 года. Штраф получен. Как быть дальше? После того, как сотрудник полиции выписал вам протоколы об административном правонарушении и соответственно штраф в размере 500 или 1000 рублей за распитие и спиртных напитков в общественных местах, вы имеете полное право его обжаловать, если же, считаете, что нарушения с вашей стороны не было. И алкоголь вы не употребляли. В остальном же, штраф строго должен был оплачен своевременно. Данный размер штрафа за несоблюдение установленной государством нормы прописан федеральным законом. Сегодня не существуют льготы на оплату данного штрафа в размере 50% от выписанной суммы, как например нарушений, связанных с движением автотранспорта. Все реквизиты оплаты штрафа будут указаны в протоколе. Сегодня оплатить штраф не составляет никакого труда любым удобным способом, через интернет либо через специализированное учреждение. Например, через банк в течение 60 дней-двух месяцев посте того, как постановление вступает в силу. А это, необходимо отметить, происходит через 10 дней. Столько дней дается нарушителю для обжалования данного решения, в случае несогласия. Обжаловать нарушение подлежавшее такому виду штрафование. Если гражданин считает, что с его стороны нарушение, которое касается распития спиртных напитков в общественных местах, было зафиксировано. Несправедливо, а сотрудник правопорядка считает иначе и собирается выписать протокол о нарушении штраф. Он может не согласиться с тем, что правило было нарушено и опровергнув предъявляемое обвинение. Но это только в том случае, повторимся, когда протокол был составлен несправедливо. Таким образом, закон гласит, что оспорить штраф, выписанный полицейским, возможно на законных основаниях. В первую очередь, чтобы заняться данным процессом, необходимо будет выполнить следующее, обратиться в соответствующую инстанцию. Написать заявление, в котором будет указана жалоба на несправедливые и неграмотные действия их сотрудника, указать со слов обращаемого. Все как было и почему штраф необходимо обжаловать. Кстати, данную жалобу необходимо писать на имя руководителя данной службы и обратиться в суд, написав исковое заявление, в котором необходимо будет также указать, почему вы не согласны с сотрудником полиции. Пример такого заявления можно попросить на месте, а можно найти и скачать готовый бланк в интернете. Но это в том случае, если жалоба не принята к рассмотрению, либо отклонена. Если есть возможность постараться предоставить доказательства, фото, видеосъемка, свидетеля и т.п. Таким образом, гораздо проще будет понять и оспорить о постановлении, которое было составлено инспектором за перевозку детей в вашем транспортном средстве. Обязательно, если утверждают, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, а этого не было, то стоит пройти освидетельствование сразу же в больнице и приложить справку у врача о том, что в крови и алкоголе обнаружено не было. Сотрудник полиции обязан выписать штраф за распитие и спиртных напитка в общественном месте, как избежать штраф за распитие и спиртных напитка в общественном месте. Если все-таки гражданин не может преодолеть свое дикое желание выпить алкоголь, то можно применить некоторые хитрости, которые позволят избежать штрафа. В первую очередь гражданин должен быть уверен в своем поведении и держать себя под контролем, не кричать, не ругаться, вести себя тихо и спокойно. Итак, чтобы не заметили сотрудники правопорядка при распитии алкоголя, вам необходимо спрятать спиртной напиток в какой-нибудь плотный пакет так, чтобы нельзя было понять, что эта бутылка именно с алкоголем. Можно завернуть в обыкновенный, например, черный пакет или в газету так, чтобы явно не бросался в глаза алкоголь. Либо же можно попробовать перелить в другую бутылку, например, из-под лимонада или сока, чтобы у мимо проходящих полицейских не возникало вопросов и подозрений о том, что употребляется. Быстро спрятать спиртной, чтобы у сотрудника полиции не возникало лишних подозрений и вопросов. В данном случае можно обойтись только предупреждением, так как реальных доказательств у сотрудника правопорядка не будет. Важно! Сотрудник полиции имеет полное право проверить человека и посмотреть в присутствии двух понятых. Но все-таки лучше отказаться от алкоголя вообще, либо употреблять дома или в барах. Таким образом, человек сделает лучше для себя, не упадет в поле зрения наблюдателей. А также облагородит то место, в котором находится. Кстати, после того, как сотрудник полиции выписал вам протокол об административном правонарушении, связанном с распитием спиртного в общественном месте, вы обязаны прекратить это делать. То есть не имеете никакого права продолжать или допивать алкоголь далее. Так как в данном случае будет считаться, что вы не выполнили законных требований, и сотрудника полиции не прекратили нарушать закон. Продолжение следует...